Продолжение следует... 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 соотношение на 20-30 процентов вело компрессии на дозные мышцы развития другими словами как я делал на сателлитном догладе что если поезд проходит как через какой-то тоннель и частично подвергается сужению если различных причин то поезд там пройти не может соответствующим образом мысль это работает в неблагоприятных условиях созданными внешними факторами на сужение вот этого туннеля ведут различные причины они отражены на множественных рентгенограммах это и переломы это и ключичный кромеальный отрост и кетератопическая сификация к сожалению на которую мы не знаем причины ее возникновения вроде бы все нормально а именно во втором случае который я привел вам когда мы выполняли потом уже мы анализировали мы выполняли инсекцию сухожжиме-надостной мышцы и при этом выполнении сочетающейся с субокрамиальной декомпрессией мы обнаружили какое-то вот увеличение где-то в области ключичного кармельного сочинения и грубо говоря мы взяли постное доводок и седли вот это вот казалось нам какой-то шип и вот через 6 месяцев даже без шипа превратилась вот такая вот груша которая в общем-то и заполнила вот эту вот нагрузную яму ну и соответствующим образом не буду я взастрел внимания на пиомеханик я просто скажу что возникает дисбаланс который не работает благоприятных условиях и головка причем не фиксируется на суставной упадке а тяга дельтовидной связи дисбаланса надосной мышцы дельтовидной она фиксируется под акромиальным пространством и вот такое при каждом активном движении направлено отведение плеча и верхней конечности постоянная троматизация вызывает помимо всего прочего еще раз в развитии узловидов на нижней поверхности акромиального отроза или в области большого булька называть это последующим так называемый акромиально-бульковый отроз запретите пожалуйста следите внимательно пожалуйста что головка неприятна в лицах первоначальной фазе отведения причем плеча на суставной платье не обладает а первичным первое что мы можем заметить это ее концентрация вверх и подокарминальный фаза в основном вот видите вот участок светильника потом уже в общем таким образом и исходя из этого самероспробованного способа циклидация циклидационного синдрома возрастной мышцы заключающиеся это стадии развития то есть в начале стадии компенсии потом стадии регенерации с упражнением мышечного дисбаланса развития плечного большого взрослого и уже стадия анатомического повреждения это работающий способ лечения данной патологии заключающейся в инфекции акромиального конца заключается при вот первой и третьей стадии а когда имеется уже пятая стадия а именно анатомического повреждения расширяется то провинция цена нужной мышцы и дополняется ну и как клинический пример вот такая вот ситуация у него пациента действительно впоследствии было разве как сужение компенсии и после того как резервировали конец в месяц в том числе начало работать благотриятным условиям чтобы предупреждаться внешним видом пациента ну и активные исследования магазина здесь ст ну и плав в в Спасибо.